В последние годы Архиз стал настоящей мегой для проведения всевозможных форумов и фестивалей. Здесь обсуждают молодежную политику, развитие предпринимательства и туризма. Но сегодня здесь все иначе. Повсюду звучит музыка. В Архизе проходит фестиваль бардовской песни «Горные вершины». Фестиваль имеет статус всероссийского. В 2021 году ему присвоено имя Юрия Висбера. В сохранении традиции отечественной бардовской песни – главная задача фестиваля, но не единственная. Цели и задачи очень просты. Это поддержание, популяризация данного направления, как авторской бардовской музыки, авторского бардовского исполнения. Это, конечно же, новые знакомства, это расширение географии фестиваля. Состав участников «Горных вершин» очень представителен. В нем принимают участие около ста человек из самых разных регионов России. География очень большая. Это всероссийский конкурс. С Алтая были участники, как вы знаете. Северный Кавказ, Адыгея, Южно-Федеральный Кавказ, СКФО, Ингушетия была, Кабарна Балкария, Карачаево, Черкесия, Болгоград, Ставрополье. То есть география огромная. Участие в любых фестивалях – это всегда стимул к дальнейшему развитию. Какой-то творческий потенциал повышается и желание творить дальше. И всегда это большая радость, большой опыт общения, ну и стремление к чему-то новому. Попробовать силы в конкурсном испытании, себя показать и других послушать. В Архиз приехали и новички, и маститые исполнители, призеры всероссийских фестивалей. Все заявки, которые были поданы на данный фестиваль, проходили определенный отбор силами специалистов Государственного российского дома народного творчества и Республиканского центра народной культуры. Хотелось бы сказать, что фестиваль набрал определенный рост. К нам стали приезжать профессиональные исполнители авторских песен, профессиональные исполнители песен Висбора, Высоцкого. Можно констатировать тот факт, что фестиваль растет не только в масштабах, но и в творческом направлении. Фестиваль «Горные вершины» – из тех музыкальных слетов, по которым скучаешь весь год, ожидая и готовясь к новой встрече. За прошедшие годы у него появились постоянные участники. Глубоко смысловые песни, авторские песни, приятно их слушать. И, в общем, приятные люди. Они ежегодно ждут именно этот период, чтобы приехать на этот фестиваль, отдохнуть, попеть, поучаствовать в конкурсе. Уже на протяжении много лет я работаю на этом фестивале. И из года в год все чаще и чаще знакомые лица. Например, Народное литературно-творческое объединение «Кубань» – города Небинамыска. На фестиваль в Карачаево-Черкесию артисты приезжают каждый год. Мы очень любим «Горные вершины» и с радостью к вам приезжаем. А что у них такого? Это дух, это единение. Здесь приятно быть, здесь приятно общаться. Это иной мир, это мир людей некоммерциализированных. Это мир шестидесятников, которые впитали тот дух. Они привозят сюда со всех концов нашего государства. А раньше это были еще и люди из Украины. Они приносили свое видение, свои позитивные эмоции и дарили их. Они ничего взамен не просили, только любовь и понимание. И этим и дорог нам этот фестиваль. Несмотря на разницу в возрасте, в «Кубани» все люди творческие. Авторские песни у них особенные. Егор поет, да? Да обломается обиду таящий, блокнот на завтра повод не записавший. По полкам знания, по распорядку дня, и каждый день очередная фигня. А за окном кричали чайки, и какая-то тетя молоко, молоко, молоко. Не первый раз в Карачеве-Черкесии и Народное литературно-творческое объединение «Шестое чувство» из Пятигорска. Говорят, в горах им поется особенно хорошо. Мы привезли авторские песни. Хочется, чтобы молодежь продолжала наши традиции. Ведь авторская песня – это действительно наша душа. Очень интересно мне петь. Прежде всего, я сам получаю удовольствие, но, оказывается, мы еще и доставляем удовольствие зрителю. А вы знаете, это очень важно. Ведь без зрителя мы кто? А никто. Ведь мы просто между собочек. А когда у зрителя возникают вот такие вот глаза, и благодарность звучит, боли-то бывают не только на словах, а взглядом. Как это важно быть. Это просто дорогого стоит. Так давайте это все печь, ожидая новых ярких встреч. Авторскую песню к небесам, Эстафетой юных голосам. А вот гость из далекого Алтая на сцене, можно сказать, новичок. В Карачево-Черкесии он в первый раз, и сразу победа. Андрей Инютин стал лауреатом второй степени. Музыке у Андрея отношение трепетное, к авторской песне особенно. Это довольно-таки мощный пласт, объединяющий в себе совершенно разных людей. Людей разных национальностей, разных культур, вероисповеданий, социальных пластов, совершенно разных людей. Для меня это новый мир. Потому что стихи, конечно, мы все писали когда-то в молодости. Но вот опыт именно написания песни и опыт участия на этом фестивале, для меня это действительно новый мир. Потому что это абсолютно непередаваемые ощущения. Это ощущения новые, ощущения мега приятные. То есть вот этот коллектив, который якобы должен соперничать между собой, потому что, ну, чего скрывать, каждому из нас приятно было бы получить высшую награду, да. Но мы шли к сцене буквально держать за руки. Здесь никто никому ничего не доказывает. На фестивале «Горные вершины» его участники пишут своеобразную летопись жизни, рассказывая в своих песнях о том, что их волнует. О горе и радости, о скоротечности жизни, о счастье и радости, говорят супруги Калмыковой из Черкеска. Александр и Оксана – знаменитый дуэт. Зрители всегда их встречают с восторгом. На их счету немало побед. В 2001 году они стали оплодателями гран-при в фестивале-конкурсе «Ростовская весна». Авторская песня – это не просто песня, а состояние души человека, его философия жизни. Творчество о любви и жизни. Творчество, собственно говоря, это мой путь, который мне удалось вот до этих лет пройти. Там были и радости, и какие-то грустные моменты. Мне кажется, что когда ты пишешь именно об этом, люди, которые слушают это, они воспринимают какие-то житейские ситуации, которые были в их жизни. И они отзываются. Они видят не то, что ты поешь, они видят себя в этом. Специально для зрителей «Россия-1» мы поем эту песню. Владимира Семеновича Высоцкого. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сон мне в жёлтые огни, И хриплю во сне я Повремени, повремени Утром мудренее, Но и утром всё не так, Нет того веселья. То ли куришь натощак, То ли пьёшь с похмелья. Эх, раз, да ещё раз, Да ещё много-много-много-много раз. Да ещё раз, Да ещё много-много раз. Свой шанс на славу каждый использует по максимуму. Жюри терпеливо слушает и что-то записывает в блокнотах. Оценивать выступления участников непросто. Все, как на подбор, люди талантливые. Вот и наш знаменитый земляк Борис Турклиев попал под обаяние артиста. Нелегко ему их судить. Это сейчас он член жюри, а ведь когда-то он тоже был простым исполнителем бардовских песен в горных вершинах. Страна огромная, люди со всех концов, а у всех стук сердца одинаковый, состояние души. Они говорят об одном. Это о вечных вопросах жизни. Это любовь, справедливость. И самое удивительное, что действительно уровень растёт. Конечно, как представители команды жюри, у нас всегда были требования, мы могли и критиковать, но в этот раз очень большое количество дипломантов было и лауреантов. Это просьба была как раз и председателя жюри, и представителей Дома творчества Москвы. Тут где-то из всех участников даже чуть ли не 30 человек получили дипломы. Конечно, это их подтёгивает, это их будет, наверное, мотивировать на будущее. Душевная атмосфера и замечательные песни. Благодарность, аплодисменты и крики браво от зрителей. У них одна на всех любовь к гитаре и бардовской песни. Мы очень хотели посетить этот фестиваль. Понравилось? Очень. Великолепные участники, такой состав, такие песни, играли, пели, такое настроение, просто великолепно. Мы слушали вчера с упоением, правда, на самом деле, нам очень понравилось. Мы не участники, мы просто болельщики. А за кого болели? Мы болели за всех. Ну, правда, все люди талантливые, все, кто выступал, спасибо большое. Ученый-астрофизик Николай Шулахов специально приехал на фестиваль вместе с внуком, приобщать его к настоящей культуре. Настраивает такой лад, потом воспоминания того же Висбора, того же Высоцкого и так далее. Это, так сказать, моя юность, мое восхищение. Я и сам сейчас вот учусь играть на гитаре, поэтому для меня это как учитель, можно сказать. Мне очень интересно наблюдать, как другие именно вот играют живую музыку, что наблюдаю, как они радуются тому, что исполняют это, как двигаются. То есть они душой это играют скорее. И вот мне очень нравится наблюдать за такими вот фестивалями. Поэтому я очень рад, что здесь побывал. Итоги подведены. Среди победителей оказалось и чета наших старых знакомых. Пусть не первое место, а второе супругов Калмыковых это не расстроит. Важен процесс. Потому что если это гонка, ты нервничаешь, ты можешь допустить больше ошибок, потому что будешь желать понравиться. Мне кажется, это не очень правильно. Почему? Потому что в этом стремлении понравиться страдает качество. Мы от души делаем, поэтому неважно первое, второе, десятое место. Самое главное, что есть горячие глаза, есть люди, которые чувствуют это и откликаются. Это самое важное. Тиберда, тиберда, голубая вода, серебристый напев над водой. Тиберда, тиберда, я хотел бы всегда жить в горах над твоей волной. Тиберда, тиберда, я хотел бы всегда жить в горах над твоей волной. Бардовская песня стала одним из видов искусства. Это свой мир, маленький уголок вселенной, наполненный глубоким смыслом, что в очередной раз и доказал прошедший фестиваль. Наполненный новыми впечатлениями и положительными эмоциями, гости фестиваля уезжают домой, но обещают обязательно вернуться уже в следующем году с новыми песнями. От имени всех участников хотелось бы сказать огромное спасибо Артему Александровичу Разину, руководителю РЦНК, потому что без него мы не попали бы в такой чудесный отель. Моревский – удивительное место. Я с Тиберды, с Донбая знаю этот фестиваль, но теперь в Архизе. Это удивительное место, ему огромное спасибо и низкий поклон. В следующем году вернетесь? Вернусь, конечно. Конечно, если будет 33-й фестиваль и нас пригласят, конечно, мы вернемся. Мне здесь очень понравилось. Приедете еще раз? Постараюсь, я очень постараюсь.